Акции и встречи со школьниками по актуальным и злободневным вопросам правоохранители Брещины проводят регулярно. Очередной открытый диалог посвящен проблеме наркомании. Чтобы осветить проблему всесторонней, к общению подключились и милиционеры, и врачи. Когда человек поступает в наркологический диспансер, то есть обычно речь идет о состоянии отмены наркотика. Поэтому его кладут в стационар и выводят из этого состояния так, чтобы минимизировать риск для жизни и здоровья. После чего человек ставится на учет и за ним наблюдает в течение нескольких лет, от года до трех минимум. И если человек показывает правильным образом, то есть осознает свои проблемы и идет навстречу обществу, то в дальнейшем с него наблюдение снимается. Площадка Центра наглядной профилактики для проведения мероприятия была выбрана не случайно. Благодаря макетам и современным технологиям дети могут увидеть, как выглядит изнутри организм человека, злоупотребляющего алкоголем и наркотиками. А также посмотреть, что станет с лишним видом их самих, если пристраститься к опасному и запрещенному. Наша основная задача это профилактика, причем своевременная профилактика. Мы должны работать на опережение. Дети должны от сотрудников милиции в первую очередь узнать о том, что существует такая проблема и что за нее грозит. Но самое страшное, что оно сказывается на здоровье наших детей. Поэтому этот центр посещают во время учебного года, в том числе и в рамках каникул, учащиеся не только города Бреста, но и учащиеся школы Брестской области. Мероприятия подобного плана будут и дальше проводиться со школьниками. В основном в центре внимания ребята в возрасте от 12 до 15 лет. Наркотики и спиртное многими подростками рассматриваются как способ расслабления и ухода от напрягающей действительности. И здесь в первую очередь задача родителей – противопоставить такому пагубному расслаблению другие способы решения проблем и объяснить подростку, что уход в иллюзорный мир – это мгновенное наслаждение, и оно не стоит загубленной жизни.